Про коллаборационистов русских два клипа делаю. Бронислав Каминский в 43-м году и Власов всё-таки в 44-м, потому что Каминский как раз в 43-м его снесли, это его Локотское самоуправление, а Власов больше на последнем этапе войны там постарался. Но тут надо отдельно Каминского, его проект, я думаю, рассмотреть. Такая будет структура. Сначала биография Каминского, потом про эту Локотскую территорию. Я не знаю, как её самоуправление, им нет назвать. Некая буферная такая, по сути, государство этих полицаев, государство карателей, короче, республикой тоже не особенно. Какая там республика? Там начальство назначали немцы всегда. Иногда встречается именование Локотской республикой. Где там республика? Ну ладно, значит, Бронислав Владиславович Каминский. Поляка, вообще-то. Ну, даже так, по иронии судьбы, родился в Польше и умер тоже в Польше. Ну, конечно, предатель польского народа, в том числе он участвовал в подавлении Варшавского восстания, он воевал против армии Краёвы. Значит, происходил из польской дворянской семьи, что понятно по фамилии Каминский. Ну, впрочем, у него год рождения 1899-й, то есть, значит, 1917-й год, ему было 18 лет, и он подался в коммунисты вообще. Каминский, он вообще коммунист исторический. В 1917 году, когда выбор вообще-то был, там, между разными формированиями. Значит, в Красной армии он воевал, с 1920 года Каминский член ВКПБ, то есть, коммунист, он прямо по партийности. То есть, коммунист я тут не фигурально говорю, а именно вот он член ВКПБ, партийный он. После гражданской войны он пришел с фронта, поступил он в техникум, шесть лет проработал на заводе, там, значит, всяческим был ударником, комсомольцем и все такое. Ну, коммунистом даже сразу был уже. В гражданской войне он сразу в партию приняли имя комсомол. Вот. Значит, с завода, как тогда полагалось, его отправили в Ленинградский химико-технологический институт. И, соответственно, Каминский, он имеет высшее образование. То есть, не такой, не хуй собачий, это Каминский, это коммунист с высшим образованием, активист и так далее. Ну, надо сказать, что Каминского за критику коллективизации в 1935 году исключили из Компартии, то есть, он, в общем-то, диссидент. Ну, в возрасте 36 лет, то есть, он уже такой сложившийся был человек. Его несколько раз арестовывали, потом освободили. Затем, в августе 1937 года он окончательно был арестован в третий раз и осужден за принадлежность к Чаяновской контрреволюционной группе. То есть, Каминский, по убеждениям, был правый коммунист, и он был, соответственно, против колхозов. Эту свою идею он пытался воплотить, в том числе, в локте, где, когда немцы, в принципе, его оставили в покое, лишь бы с партизанами воевал. Каминский занялся там социалистическими экспериментами по реализации некой такой идеи, не сказал бы, демократического, какого-то такой смешанной, такой социалистической, капиталистической системы. Потому что демократии там, конечно, никакой не было. У Каминского там у него была армия. Поэтому вот не просто тянет сказать демократического социализма, потому что походит на эсеров или кадетов. Но это вот экономическая программа кадетов без демократии. А у кадетов как раз и у эсеров тоже ключевым моментом была демократия. Так он берет действительно Каминские идеи демократов, которые были в гражданской войне, но всю демократию из них выбрасывает. Ну, в любом случае, да, нужно сказать, что зафиксировать. Каминский против колхозов. И Каминский хорошо разбирается в партийных установках 20-30-х годов. Там коммунисты все время проходили политучебу. Это уже взрослый там мужик с высшим образованием. Он совершенно знает, что делает в 41-м году. Это уж точно. 42 года ему было в 41-м году. И он уже сидел там, участвовал в партийных дискуссиях 30-х годов. Ну, значит, его в ссылку послали в Сибирь. Потом не хватало все равно образованных людей. И практически сразу и в тюрьме он был технологом по спиртопроизводству. В Шарашке там работал и так далее. То есть научными исследованиями занимался. Просто вот силу нехватки образованных. Он все-таки не троцкист был, а он такой был, типа, умеренный контрреволюционер. Троцкистов-то независимо от образования гнобили. А этот более-менее даже в заключении держался. И более того, в 40-м году его завербовали в НКВД. В результате чего-то он выжил в сталинских лагерях. И, собственно, он разрабатывал троцкистов. То есть у троцкистов он был известен, что он правая оппозиция. Каминский правая оппозиция, в принципе. Но троцкисты были за единство со всей оппозиции, лишь бы против Сталина. Вот Каминский там втирался в доверие и закладывал троцкистов. Наши ультраправые часто и Каминского, и Локотского это самоуправление выносят, так сказать, наверх. Считают неким идеалом. Конечно, они, как обычно, тупят. К консерваторам 90-х годов, с их религией, с конспирологией, с их примитивно понимаемым либерализмом никак к Каминске не относятся. Это социалисты. Программа у него такая смесь социалистических каких-то и нацистских лозунгов. В общем-то, как он это все понял. То есть, в наших ультраправых 90-х он никак с ними вообще не связан. Это что-то типа на эсера больше походит, на эсера, который решил прислуживать Гитлеру. Что-то вот такое Каминский. Но таких у нас просто вообще не было ни в 90-е, ни в нулевые. В том числе среди правых. Как я, конечно, в правых движениях не сильно хорошо разбираюсь, но что-то не походят они, блин, на революционеров 20-х годов, там лишь тем более на Каминского. Я не знаю, не в этого Каминского все время берут на щит, говорят, что вот это вот идеал, что такая должна быть антисталинская Россия, как Каминский. Довольно странно выглядит. Тем более, ну, антисталинская она была, ну, прогитлеровская, то, что там и было Каминская. С ООН УПА там или армией Краева это несравнимо. Все-таки это независимые национальные движения, которые, да, могли там пытаться в союз там вступить с кем-то. Но уж Локотский, он не вступал даже в союз. То есть, бандеровцы даже когда сотрудничали с Гитлером, пытались какие-то равноправные отношения наладить, да, что тут у нас будет не Украина, но она будет дружественной Гитлеру. А этот просто прислуживал. Бандеровцев за это и гитлеровцы и убрали, что они самостоятельность проявляли. Никакой самостоятельности, кроме той, которую ему Гитлеровцы дали, Каминский никогда не проявлял. А в голове у него была какая-то схема такого умеренного социализма с частной собственностью, с мелкой, которую он пытался реализовать. Довольно странная, но вроде как в тех условиях сравнительно эффективная, тем не менее. Если брать его экономическую модель, да. Ну вот, значит, освободили его за то, что он стукач в начале 41-го года, но отправили на поселение. То есть, вообще-то, к моменту прихода немецких войск, все-таки он там ссыльный политически. Единственный там политический, который в локте был, собственно, поэтому он сразу и возглавил движуху. Даже в начале зимы 40-го года ездил он к своей семье в Ленинград. Ну и 4 октября 41-го года панически бежит Красная Армия под Москвой, о чем я уже рассказывал, и немцы взяли локоть. Значит, про локоть я рассказываю второй половине клипа, поэтому неподробно, да. Значит, сначала бургомистром был воскобойник, а с января 42-го года погиб воскобойник. И, соответственно, Каминский возглавил Локотское самоуправление. Еще когда был живой воскобойник 25 ноября 41-го года, они создали Народную социалистическую партию России «Викинг». И в перерывах между пьянками и сожжением партизанских деревень Каминский писал программу этой Народной социалистической партии. И вот из того, что было у него в голове. Смесь различных программ социалистов времен Гражданской войны. В принципе, НКВД сразу хотело выдать его немцам как шпиону НКВД, и на него были данные, то есть есть документы, подписка, что он сотрудник секретной НКВД. Но что-то там, видимо, не срослось. То есть немцы какое-то время ему доверяли, и доверяли достаточно сильно. Летом 43-го года наступает Красная Армия. Его формирование, которое только против партизан и мирных жителей годные были воевать, бегут у Каминского. Ну и в августе 43-го года примерно 30 тысяч человек, это его армия Каминского и члены семей, они переходят в Лепель Витебской области, где пытаются снова какое-то самоуправление свое организовать. То есть немцы все-таки им давали определенную независимость, которую бандеровцам они и давали. То есть все-таки это говорит о чем? Что немцы бандеровцам не доверяли, а этому Каминскому все-таки доверяли. Значит, они считали, что он верно служит Гитлеру. Ну вот, значит, в августе 43-го года он в Лепеле тоже создает что-то такое, ну и большей частью это что-то такое тоже уничтожало белорусских партизан. То есть какая-то реальная деятельность, так сказать, что производил Каминский, и Каминский производил убийство. Если вот мы к Айн Ренд вернемся и к делению на паразитов и производителей, то, конечно, Каминский по жизни паразит и убийца. Ничего он полезного не делал, он убивал партизан главным образом, ну и мирных жителей, которые были в партизанских районах. Ну, тем не менее, в этом плане, значит, он процветал. Его подразделения переименовали в штурмовую бригаду СС Рона, то есть русская освободительная армия, да, народная. Но она также была, то есть ССовской штурмовой бригадой, как бы она была русской армией и в то же время бригадой СС. Обенгруппенфюрер СС Курт фон Готберг дал хорошую характеристику Каминскому. И 30 июля 1944 года состоялась встреча Каминского и рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера. Вот, ему было присвоено звание ваффенбригады фюрера и генерал-майора войск СС. Также Гиммлер лично наградил Каминского железным крестом первой степени. Значит, никакой Каминский и нерусский революционеры не борются с талинизмом, а он ССовец, генерал СС. Так что, в принципе, кто за Каминского, он также за СС. Очевидно, что деятельность СС против интереса всех славянских народов шла. Более того, значит, поляк Каминский предал и собственный народ. Ладно, там, в общем, русские сами по-сниму разбираются, он предатель польского народа натуральный, Каминский-то этот. 1 августа 1944 года сформировали 29-ю генерал-герскую дивизию СС Рона. И в тот же день началось в Варшаве восстание, и немедленно именно Каминского направили подавлять восстание поляков. Варшавское восстание было подавлено в крови, о чем я еще расскажу. Массово все жители Варшавы, польские реальные патриоты поддержали восстание. А подразделения Каминского их убивали, при этом проявили чрезвычайную жестокость. Как сами немцы говорят об этих полицейских Каминского, они были совершенно отмороженные. Они привыкли грабить еще там у себя на Брянщине. В Варшаве они все это продолжали, насиловали женщин, расстреливали гражданское население без суда и следствия, грабили дома. У каждого бойца этого полка СС ровно после возвращения из Варшавы было по 20 золотых часов. И во время только одного резня, которую они устроили, один эпизод, убили 15 тысяч мирных жителей Варшавы. То есть этот ублюдок происходит из польского дворянства и лично убивал поляков, восставших против Гитлера. Это сука там, блядь, 1488 стадии вообще этот Каминский нафиг. Всего известно, что во время Варшавского Астана 235 тысяч человек погибло, а эти бляди ходили и грабили этих убитых героев-то Польши. 12 августа Каминский лично возглавил штурм фабрики в пригороде Варшавы, был ранен, два часа там воевал. Тем не менее, за вот эти грабежи даже немцы вывели их из Варшавы, потому что когда они в городе в таком достаточно богатом оказались, эти все герои антистарынского сопротивления, они там просто грабили, пили, трахали там этих полячек несчастных и так далее. Че ж знаешь, что творили. Даже по сравнению с тем, что творили немцы, это был просто шухер. То есть, ведь, Каминского, короче, за грабежи немцы, короче, за жестокость чуть из СС не выбросили. Ну, короче, что просто они не позорили, так сказать, вермахт отвратительным поведением. Их 19 августа вывели из Варшавы и бросили их в лес, подавлять там все равно польских партизан. Ну так вот. И как раз в это время в концлагере Заксенхаузе капитан госбезопасности советской сообщил, что командир Рона Каминский на самом деле агент НКВД и что, вероятно, он был внедрен к немцам. Но то, что имело ли с ним контакт НКВД, непонятно. НКВД дело темное. Может быть, при этом он еще умудрился на НКВД работать, черт бы его знал. Ну, по крайней мере, немцам так сообщили пленные, которые из НКВД были у них, что это агент НКВД, которого специально немцы внедрили. Учитывая, что на них были ужасные все это сведения о том, что они в Варшаве творили, что они даже вот у немцев вышли из доверия, судя по вот этим ужасным грабежам, немцы вообще его сочли уже за полного ублюдка. И когда узнали, что он еще, вероятно, работает на НКВД, они его отозвали в город Лицманштадт, это 22 или 23 августа 1944 года, где они его арестовали и военным трибутантом приговорили к смертной казни. Так как он был высокопоставленный эсэсовец, имитировали, что якобы на него напали польские партизаны, но на самом деле Каминского осудили и расстреляли сами немцы. За то, что мерзавец, ну и за то, что, предположительно, агент НКВД. Вместе с Каминским расстреляли начальника его штаба, штандартенфюрера СС Шавыкина, врача русского самоуправления этого забора, переводчика, водителя и так далее. Приговор приведен в исполнение зондеркоманды СС под командованием Ганса Ботмана. На Нюрбенском процессе немцы подтвердили, что они расстреляли Каминского, причем на Нюрбенском процессе они говорили, что они его расстреляли за мародерство в Варшаве. Но есть сведения, что все-таки им закинули НКВДшники, что он агент НКВД. Но, вероятно, формально они его осудили за мародерство в Варшаве, потому что факты его мародерства в Варшаве были налицо и многочисленными свидетелями и с польской стороны, и с немецкой подтверждают, что он в Варшаве черное, что творил его подразделение тогда. Ну и фон Дембах, который его знал и, в общем-то, оформил расстрел, да, собственно, он распорядился его расстрелять, насколько я понимаю, на процессе говорил про Каминского следующее, что это был странный человек, он был скорее политиком, чем солдатом, хотел стать конкурентом Власова, он был русским националистом, можно сказать, что его идеология была чем-то вроде русского нацизма. Ну, довольно странно для поляка быть идеологом русского нацизма, ну ладно, в общем, там у русских много всяких идеологов, которые на самом деле не русские, да, это все знают. Ну, это ладно, говорит, а вот русские пусть сами с ними разбирают, что он там в Брянске творил, но что он в Польше творил, за это его даже сами нацисты расстреляли, только Каминского. Ну, у него есть возможные награды немецкие, железный крест 2-го и 1-го класса, нагрудный знак за ранение, за борьбу с партизанами и так далее. Значит, имеется такая русская катакомбная церковь истинно-православных христиан, которая считается экстремистской и неонацистской в России, и она канонизировала этих воскобойников и Каминского, так что имейте в виду, что их отдельные силы еще пытаются святыми объявить этих убийц, эсэсовских, этих, в общем, законченных мерзавцев. Теперь про само Локотское самоуправление. Локоть все-таки, да, поэтому Локотское. Иногда в русском просто переносится. Значит, летом, осенью 41-го года советские органы власти панически все бежали, часть из них попадала в партизаны, вот как у Кавпака, но небольшая их часть. То есть из советских бюрократов только немногие вспомнили о своем долге, и большинство просто бежало в районы, из которых бежала советская власть, частично возвращались раскулаченные и так далее. Кроме того, там были полицильные. Но я говорю, что в Орле с политических расстрелял Берия внезапно 170 человек, как обычно в полном бардаке, в том числе и невиновных. Но вероятно, боялся, что они немцам достанутся в условиях немецкого наступления. Так или иначе, конкретно в Локте, еще за две недели, как появились немцы, но было очевидно, что наступают, это октябрь 41-го года, собрались сельские старосты с выборными депутатами и решили двух имеющихся у них там диссидентов ссыльных, Константина Воскобойника и Бронислава Каминского, назначить губернаторами Локтя и перейти, так сказать, на сторону немцев. Еще до того, как подошли немцы, Воскобойник и Бронислав Каминский сформировали там отряд добровольцев, порядка 100 человек, и решили продавать все это немцам, что вот они сами восстали против большевиков, у них есть 100 вооруженных ребят, а советская власть убежала, вот давайте, значит, войдем в состав. Может, немцы, короче, медаль дадут. Но эту самую милицию на самом деле они создали, потому что вот в этих условиях, когда одна армия убегала, вторая наступала, было каковычно мародерство. То есть какое-то время и длительное на многих территориях власти вообще не было. То есть коммунисты уже убежали, а немцы еще не пришли. В таких условиях население там часто вооружалось местное, просто смотрели, чтобы не грабили. Но поскольку у них там был этот политик Каминский, он сразу этому придал, так сказать, некую форму такого восстания там против Сталина и за Гитлера. Он сразу этому придал форму коллаборационизма, дал какое-то политическое обоснование, а эти, значит, крестьяне решили, что да, в принципе, кроме немцев нас никто не защитит, и решили его поддержать. Крестьяне, я имею в виду, которые пошли в его команду. Значит, вошел передовой отряд немецких танкистов, немецкий капитан сказал, ну нормально, пусть будет отряд местной милиции, ограничил их до 20 человек и назначил воскобойника бургомистром, раз они сами его там выбрали. В принципе, у немцев была тоже нехватка людей для местной администрации, значит, администрация вся была коммунистическая, либо убежала. Немцы сами не знали, кого там где назначить, и если кто-то там сам выдвигался, то немцы только рады были. Выдвинулся этот воскобойник, ну и пусть, так сказать, возглавляет. Есть у него там какой-то отряд, ну ладно, будет местная там полиция тогда. Но, однако, воскобойник и Каминский начали интенсивно лизать немцам задницу. Уже через две недели они добились, что немцы им увеличили отряд до 200 человек и санкционировали создание собственной администрации, типа воскобойник и Каминский сказал, что они тут сейчас все организуют, тут вся брянщина будет за немцев. Вот. Ну, на самом деле, поскольку, в общем-то, наступление, не совсем даже понятно, кто им там разрешил и чего. То есть, вот, как бы, сторонники, которые считают святыми этих воскобойников с Каминским, говорят, что, значит, 16 ноября, день рождения Локотской республики, никакой республики там немцы не провозглашали и никакой особенной конституции они им не давали. То есть, никаких там прав, допустим, в виде какого-то, не знаю, декларации о создании какой-то республики, ничего такого немцы не выпускали. Они просто сказали, ну, ладно, воскобойник начальник, ну, ладно, будешь бургомистром этих всех, короче, считаем, что это наша местная, короче, милиция, которая поддерживает фашистов. Вот как раз в это время воскобойник и Каминский 25 ноября 1941 года прогласили свою партию и всячески пытались придать этому вид такого национал-социалистического русского движения. То есть, политизировать это все, полагая, что это немцам понравится, и они учтут еще пропагандистский характер этих действий, что тут некая такая русская нацистская партия, которая хочет Сталина свернуть и так далее. Значит, на вот эти дела немцы поддержали, а партизаны, конечно, нет. Поэтому в ночь на 8 января 1942 года партизанские отряды Александра Собурова совершили зимний марш на 120 санях и прям вот персонально, короче, замочили самого главного фюрера-воскобойника. Они напали на казарму этой народной милиции, на дом бургомистра, который там провозгласил программу русского фашизма, и воскобойник вышел там на крыльцо своего дома, был ранен вперед и убит. Именно, короче, судя по тому, что как вел себя Собуров, именно их целью было убить этого воскобойника. То есть, воскобойника убили, и Собуров приказал отряду отходить. То есть, лично Собуров этим вопросом занимался. Собуров это известный партизан на уровне КПК, их потом в Западную Украину обоих отправили КПК и Собурова. Вот он лично убил воскобойника. То есть, попыткам создать русский фашизм НКВД все-таки уделяло внимание. Однако Каминского не убили, что тоже странно. То есть, возможно, все-таки Каминский как-то с этим НКВД связан был. Вот черт его знает, сволочь последняя, да? Вполне возможно, что он и Гитлера своего любимого продавал тоже НКВД. И за счет этого, так сказать, и прожил долго. Ну, уж когда он там в Варшаве отличился, его, видимо, уже и сталинисты решили сдать, уж был дискредитировавший себя мерзавец. Ну вот, значит, в ответ на гибель воскобойника они постреляли заложников там, которых они считали партизанами, и провозгласили фюрером уже Каминского. Значит, это было оформлено как немецкий бургомистр. Еще раз, официально никакой республики там не было, вообще ничего не было. Просто фактически немцы мало вмешивались в деятельность этого Каминского. Просто потому, что им и недосуг был. Они там под Москвой воевали, Ржев и так далее. Тут периферия, Брянские леса. Воюет этот Каминский с партизанами, и пусть воюет. Особенно они в ее дала не вмешивались. Надо сказать, что у немцев еще куча всяких было национальных подразделений, всяких украинских, белорусских, литовских и так далее. В зависимости от того, насколько это подразделение они считали верным, насколько они ему доверяли, они могли дать серьезную автономию. Хорватам они вообще отдельно государству дали, и словакам. То есть немцы смотрели по реальной ситуации. Некоторых местных лидеров подавляли, например, украинских считали, что он неуправляемый. Некоторых местных лидеров они им давали определенную полномочия. Насколько этот человек действительно верен фюреру и так далее. Каминский со своей национал-социалистической партией русской прямо усирался, что он очень верен фюреру и хочет идеологию национал-социализма внушить русским, и немцам это понравилось. Это, короче, он правильно все рассчитал, что это им понравится. Но где-то к середине 43-го года у него было порядка 20 тысяч человек армии у Каминского, только регулярные. Еще всякие там нерегулярные части, которые их поддерживали. В принципе, лично Гудериан распорядился сильно ему не мешать. То есть Гудериан сказал, что да, в принципе, мы доверяем Каминскому, поэтому пусть, в принципе, делает там, что хочет. Ну вот, допустим, офицер Абвера Босси Фред Готи, конечно, там наблюдали, отчеты все время писали по поводу Каминского, что он там делает. Офицер Абвера, который за ним следил, он докладывал своему начальству дословно. Каминский открыто гарантирует, что без согласия германских официальных лиц он не станет превращать свое боевое подразделение в политический инструмент. Он понимает, что в настоящее время его задачи носят чисто военный характер. Похоже, что при умелой политической обработке Каминский будет полезен для германских планов реорганизации Востока. Этот человек может стать пропагандистом германского нового порядка на Востоке. То есть немцы считают, что на деле Каминский это просто военный буфер против партизан. Его задача военные выбить партизан из брянских лесов. В перспективе он может использоваться в пропаганде нацизма на завоеванных восточных территориях. Какие были реальные лидеры на восточных территориях, даже на уровне бандеровцы, то есть не такая уж сильная организация, как выяснилось позже, но такие реальные лидеры не нужны были. Поэтому вот они про Каминского так считали, что он такой верный им человек, сейчас пусть убивают партизан, позднее может быть будет пропагандистом нацизма. Вот в пропагандисты нацизма очень сильно Каминский рвался. Так как ему дали возможность делать, что хочет, он пытался свои вот эти правосоциалистические идеи реализовать там в локоте. Какая-то смесь кадетских и эсеровских программ. Ну, он упразднил колхозы, вернул частную собственность, разрешил свободу предпринимательства. Правда, имущество колхозное в основном выдавалось раскулаченным, работникам полиции, в общем, лицам, которым он доверял, да, идеологически. Собирали они свои собственные налоги, немцев они просто снабжали продовольствием, и все. В общем, дальше немцы просто сами не вмешивались. Опять же, никакого официального статуса немцы тоже не давали. Просто, значит, фактически немцы там воевали где-то на фронте, да, впереди, они поставляли немцам продовольствие и дальше делали, что хотели. Там был введен советский рубль, как платежное средство, так и собственных денег не выпускали, поэтому деньги были советские. Было школьное образование, семь классов, правда, население, конечно, по ходу войны погибало, да, поэтому школы постепенно закрывались, но школьное образование было. Более того, заставляли всех в школу отправлять, так в школе нацистские идеалы внушались, заставляли детей в школу отправлять. Больницы у них там были, курсы для агрономов, педагогическое училище, город Севск, допустим, контролировали, Севское ремесленное училище, то есть у них была там какая-то система образования, ну, как для района, да, для сельской местности. У них в больницах нехватка вечно была персонала, бани там у них были, выдавали пособия детские, то есть определенное социальное обеспечение было, семенной фонд, вот, и так далее. Значит, в принципе, все это должно было кормить армию. Армия была на самоснабжении. Немцы армию Рона не снабжали, она снабжалась за счет территории, которую контролировала. Значит, 14 стрелковых батальонов, порядка 10 тысяч человек, там, истребительная моторизованная рота и так далее. Армия Рона имела орудия, минометы, пулеметы, по большей части захваченные партизан. В состав армии Рона входили перебежчики от партизан, допустим, поймали партизана, он сдал своих, и после этого ему дорога только в полицай, как все мы знаем по советским фильмам. Ну, вот на Брянщине ему после этого дорога только в Каминском была, если он своих предал. Окруженцы какие-нибудь там тоже решили Сталина предать, раз он до Москвы отступил. Местные жители, главным образом молодежь, молодежь, естественно, малолетки себя реализовывали, хулиганов там всяких деревенских набрали, которые порадовались возможности грабить, убивать, да, как они любят, гопники, короче, всякие. Ну, даже немцы считали, даже на этом уровне, что банда уголовников, а когда они были уже не в своей местности, то есть у себя на Брянщине все-таки они были местные в основном, как-то они себя сдерживали, а когда уже в Польшу попали, там они уже не сдерживали себя. Ну, Каминский мобилизацию пытался ввести, из-за уклонения от мобилизации он расстреливал, а также конфисковывал Скотта семей уклонистов. Таким образом, он там 20 тысяч человек собрал, да. Ряд партизан дезертировали и переходили на сторону Каминского. Он вел пропаганду, что они, так сказать, реальный социализм без колхозов национальные осуществят, что они воюют с евреями, а не с русскими. А русские должны перейти на сторону Гитлера. Вот пропаганда Каминского. Ну, в то же время Каминский постоянно участвовал в операциях против партизан, а так как на Брянщине их было много, то много он там участвовал. Операции против партизан сопровождались уничтожением деревень в партизанской зоне и на Брянщине. Также он участвовал в операциях на территории Беларуси. То есть Каминский уничтожал три народа, русских, белорусов и поляков. То есть претензии у всех, у белорусов в том числе, у поляков тем более. На территории Беларуси людей убивал, у себя убивал и так далее. Партизаны его жутко ненавидели, и фактически немцы что добили, что на Брянщине идет гражданская война. То есть 20 тысяч русских так или иначе Каминский уговорил, и они воюют против остальных партизан. Каминский постоянно оправдывал военные преступления гитлеровцев, сожжение деревень, выпускал всевозможные приказы, где объяснял, что это очень нужно, и все правильно делается. Непосредственно бандой Каминского было сожжено 24 деревни, 7300 домов. Это все они безусловно делали. Было расстреляно, повешено, замучено более 10 тысяч человек, мирных жителей, подразделениями Каминского. Ну, есть списки деревень, которые я не буду цитировать. Ну, немцы радовались. Вот, допустим, командующий 2-й танковой армией генерал Шмидт пишет, Каминский создал остров внутри обширного партизанского края в районе Брянска, который препятствует расширению партизанского движения, связывает деятельность мощных партизанских сил и предоставляет возможность для ведения германской пропаганды среди населения. Ну, какая вот русская альтернатива, да? Вот убил 10 тысяч русских мирных жителей, ввел германскую пропаганду. Вот они вот просто, наши правы говорят, что вот Каминский это русская альтернатива. Какая это вот русская альтернатива? Это поляк, который прислуживает немцам. По поводу национал-социалистической трудовой партии России, которую они все время переименовывали. Сначала они ее назвали Народная социалистическая партия Викинг и рассказывали, что русские дети викингов. Я не знаю, что за ебаном там в голову им приходило. На спиртзаводе же ребята работали, да, да, понятно. В общем-то, по спирту специалисты оба были, Воскобойник и Каминский. Ну вот, значит, потом они ее там Народная социалистическая партия называли и так далее. Программа была следующая. Уничтожение полное всех колхозов и коммунистов, бесплатная передача крестьянству, вечное наследственное пользование всей пахотной земли с правом аренды и обмена участков без права продажи. По 10 гектар каждому гражданину выдается участок земли, который он не имеет права продавать. То есть поддерживает государство мелкое частное землепользование. Это кадетская такая программа. У каждого будет по 10 гектар, но продавать их нельзя будет, чтобы крупной землепользования не было, чтобы помещики не вернулись. Будет мелкое только. Дальше. Каждому гражданину России также дадут усадебный участок, тоже без права продажи, на 1 гектар. То есть каждому колхознику дадут его собственный 1 гектар приусадебный и 10 гектаров из колхозной земли. Но продавать это будет нельзя. Бесплатно дадут. Значит, свободное развертывание частной инициативы, это я цитирую программу, в соответствии с чем разрешается частным лицам свободное занятие всеми ремеслами, промыслами, постройка, фабрик и заводов. Размер капитала в частном владении ограничивается 5 миллионами золотых рублей на каждого совершеннолетнего гражданина. Значит, частный бизнес разрешен, но только мелкий и средний, до 5 миллионов рублей золотых. А все крупные заводы принадлежат государству. То есть такая вот модель экономическая у Каминского, что значит, внизу мелкий разрешенный частный бизнес и мелкое частное землепользование, кооперативы, значит, запрещены, колхозы запрещены, продажа земель тоже запрещена, крупное землевладение запрещено. И, соответственно, у государства в собственности находятся леса, железные дороги, недра и все крупные предприятия. То есть преобладает в этой модели все равно государственную собственность, поэтому, в принципе, тут что-то от социализма есть, от государственного. Но разрешен также частный бизнес и вот эти самые 10 гектар, которые нельзя продавать. Каминский в условиях гражданской войны, которую он вел, обещал амнистию всех комсомольцев, то есть в отличие от немцев он обещал, что коммунистов он расстреливать не будет, которые перейдут на его сторону. И поэтому часть партизан переходили, особенно когда немцы преобладали и все думали, что они победят. Значит, амнистия коммунистов, если они с оружием в руках, будут участвовать в свержении сталинского режима. Ну, то есть на практике так вот, попал в плен партизан, если рассказываешь, где партизаны сидят, расстреливаешь партизан, тогда мы тебя амнистию, и мы тебя берем. И беспощадное уничтожение евреев, бывших комиссарами. Это, значит, типа программы антисемитизм, конечно, поставил, так как это Гитлера, на Гитлера же работает. Вот после этого, значит, следующий был тезис, такой идеологический. Свободный труд, частная собственность в пределах установленных законом, государственный капитализм, вот, он понимал, Каминский, о чем он пишет, государственный капитализм, он хочет установить, да? Государственный капитализм, дополненный и исправленный частной инициативой и гражданская доблесть явятся основой построения нового государственного порядка в России. Настоящая программа будет осуществлена после окончания войны и после прихода Народной социалистической партии к власти. Наша партия, партия национальная, она помнит и чтит лучшие традиции русского народа, она знает, что викинги-витязи, опираясь на русский народ, создали в седой древности русское государство, но это какой-то псевдоисторический бред. Русское государство у нас появилось, а если московское государство, да, брать, ну, в веке так, в 15-м, что за викинги, которые основали русское государство, это что-то повеяло времен там Ломоносова, всякие истории, как амазонки и скифы основали Древнюю Русь, что-то вот такое. Теперь викинги, ну, поеду, викинги, они же германцы, да, немцам прислужим, значит, викинги основали древнее и седое русское государство, наследником его традиции является русская национальная партия Каминского. Ну, это вот все точно по пьяни, я говорю, спиртзавод там точно. Я думаю, что поляк вот это вот писал и ржал просто, потому что, ну, известно, что, ну, русская государственность, она молодая, если московскую брать, да, это вот 16-17 век, никакой там седой древности не было. То, что там Киевская Русь, так это центр в Украине был, Новгород, это вообще отдельная история, да, ну, поэтому тут как бы викинги, это же вообще черная что. Ну, ладно, значит, в партию он вообще-то сагитировал человек 200, которая собиралась прийти к власти. А, да, кончается, короче. Народная социалистическая партия шлет привет мужественному германскому народу, уничтожившему в России сталинское крепостное право. Ну, вот. Вот программа, собственно, Каминского, вот я практически все прочитал с небольшими купюрами. Ну, за вычетом антисемитизма антисемитизма из того, что мне известно, это ближе всего к кадетам. Кадеты — это левые либералы в русской революции, значит, мелкая частная собственность на землю при контроле государства за крупными предприятиями. Ну, и, видимо, сильной социальной политики государства. Это что-то кадетское, но кадеты и эсеры всегда предполагали демократию, что основные институты, которые вот будут, как раз государство, так скреб будет состоять, из парламента, там будет в государстве, да, там будет развитое местное самоправление. Ни слова о демократии в программе Каминского нет, именно потому, что, собственно, Гитлер против демократии. Гитлер был против каких бы то ни было выборов. И самого Каминского никто не выбирал, его немцы назначили бургомистром. То есть экономическая модель от кадетов, но самого главного то политической модели русских демократов, русских социалистов там нет. В этой программе. Ну, вот, это значит программные установки, и вот их именно выдают за некую русскую альтернативу сталинизму. Значит, это альтернатива, во-первых, социалистическая, во-вторых, антидемократическая. Поэтому я не знаю, что наши ультраправые с этим носятся. С человеком, который хотел больше 10 гектар в одни руки не давать, чтобы крупной частной собственности на землю не возникло, который хотел все заводы оставить у государства, наши ультраправые с этим носятся. Но это никак не... Это не реставрация Российской империи. Это попытки какой-то, собственно, какой-то социализм создать авторитарный. В принципе, более мягкий, видимо, чем Сталинский, в колхозы, дескать, загонять не будет. А кто знает, пришел бы к власти и в колхозы бы загонял. У него-то взгляды у Каминского менялись, судя по тому, что он вообще-то предатель, да, Каминский. Ну, ладно. Значит, 5 сентября 1943 года локоть взяли, потом они бежали и сделали Лепельскую республику, в которой они опять переименовали всю эту свою политическую организацию, включились туда белорусы, и они все это переименовали в Национал-социалистическую трудовую партию России. У белорусов он тоже попытался эту Лепельскую республику создать, и там у него совершенно все провалилось. Надо сказать, что часть его ребят там остались, и они воевали где-то до 51-го года на Брянщине. То есть на 51-го года на Брянщине было сопротивление вот полицаев этих. Ну, партизаны их называли полицаями, то есть команда, то есть они еще там часть не убежали. Что касается степени самоуправления, ну, там была судебная система их, независимая у них. Она гарантировалась приказом 2-й танковой армии Вермахта. То есть штаб 2-й танковой армии Вермахта выпустил приказ, чтобы немецкие органы власти не вмешивались во внутренние дела Локотской волости, как они там назвали. То есть республика они точно это не называли, Гитлер был против республики. Ну, соответственно, он там создал еще собственные суды, которые регулярно занимались расстрелами. Так вот, известная Тонька-пулеметчица Антонина Макарова, она, собственно, расстреливала в этой самой Локотской республике, она расстреляла 1500 человек из пулемета по приговорам различных судов Каминского. И затем она была расстреляна Советским судом 11 августа 1979 года. Только пулеметчица по приговорам этих якобы независимых судов расстреливала детей, женщин, мирных жителей и так далее. Ну и в том числе, да, и партизан. Какую-то часть этих приговоров оформлялись через суды, но в процессе военных действий как воскобойник, так и Каминские часто просто грабили и даже никакими постановлениями не оформляли. Ну, собственно, суды все им подчинялись, они могли оформить как бы вот псевдо-юридически, но могли и не оформить, они часто просто грабили и убивали. Евреев было мало, но подлизываясь к немцам, Каминский постоянно вел антисемитскую пропаганду в гомерических дозах. Реальных евреев там на Брянщине почти не было, и непонятно, что он такой злой на евреев, ну и, естественно, это он работал Пан Гитлер. Значит, у него там были газеты, естественно, где все время употреблялись термины типа жидовские комиссары, жидо-большевики и так далее. Ну, там, значит, народ должен, необходимо в народе возбудить всеобщую ненависть к жидо-бальцевизму и его союзникам, англо-американским плотократам. Это я цитирую, то есть просто он там повторял лозунги Гитлера. С чего бы Каминскому стать таким антисемитом при его коммунистической биографии, непонятно. Но всех евреев, которых они там находили, они сгоняли в гетто и периодически расстреливали. Но евреев там было мало. Территория небольшая, 10 тысяч квадратных километров, примерно площадь Ливана. Ну, то есть что-то типа государства можно на этой территории, но такой слабый. Территория аграрная, то есть она себя сама снабжала продовольствием, собственно, на этом определенная экономическая независимость была основана. Колхозы он распустил, и крестьян более-менее он мотивировал, то, что в частную собственность отдал. Считается, что экономически довольно успешен был Каминский, просто потому, что он прекратил эти сталинские эксперименты с кооперативами и дал действительно всем по 10 гектар. Возможно, собственно, вся его программа, она вот просто, скорее всего, даже это не какая-то программа переустройства в России, это просто программа вот крестьян Брянской области, да, что вот давайте там по 10 гектар и все. То есть это у него тоже, видимо, такое вот, ну, ситуативное, да, чтобы мотивировать крестьян, обеспечить всех продовольствием, колхозы распустить, так сказать, землю дать. Ну, ему удалось восстановить и запустить ряд промышленных предприятий своими силами, немцы ему никак не мешали, но и не помогали. Наоборот, он немцам платил дань продовольствием. Да, он наладил работу больниц, как я рассказывал, в принципе, он разрешил религию и ничего против нее не имел. Даже открыли драматический театр, где нацисты смотрели балет там у него в их столице в Локте. Ну, так вот, значит, культурное значение большое, потому что даже была статья Локотская альтернатива, где выдавали все это за альтернативу сталинизму, этого пособника фашистов, палача польского народа, что вот если бы у нас, оказывается, пришел бы к власти Каминский в России, как он собирался, у нас бы тут счастье наступило. Ну, вот, я думаю, что по вот этому оповествованию понятно, что он, скорее всего, действовал ситуативно. Даже вот эта программа, вряд ли осуществимая, да, в рамках, допустим, России, да, скорее всего, просто ориентирована на его конкретных, вот, того, что он воспринимал как социальную базу, то есть, деревенских жителей его района. Ну, кстати, сразу же начали возмущаться, реклама в нулевые шла, открытая этого Каминского, поэтому депутаты наши, многие возмущались, ну, только воевал же за нацистов, да, отлучать рекламу, в принципе, нацистов. И Сергей Миронов говорил, что такие публикации это глумление над памятью погибших в борьбе с фашизмом. хорошо, что такую оценку у нас дали, а почему нас Ильина позитивно оценивает точно такой же фашист и пособник Гитлера. И, в принципе, у нас тоже была известна, еще в фильме Вечный зов советском, где, в общем-то, исследуется эта тема коллаборационистов, эта локотская территория упоминается. Ну, обычно это вот брянские полицаи все называется. В советском и в постсоветском кино есть эти сюжеты. Допустим, 2007 год, сериалы «Диверсант. Конец войны» там есть про это, потом есть сериал «Исчезнувший» 2009 года и про «Тоньку пулеметчицу» есть сериал «Палач». Во всех этих путинских сериалах реальные факты искажаются, но в целом Каминский там показан негативно, естественно, как полицейская банда, да, как банда полицаев, которые поддерживали нацизм. Но иногда они там над ними стебутся, иногда они там что-то утрируют. Киношники в целом недостоверно отражают эту историю. Ну и вот какие более-менее достоверные факты я про это собрал, я попытался изложить и провла свободе в конце месяца.